Рассматривая новую вселенную Сэндмана, нельзя не обратить внимание и на старую. Хотя я почему-то пока не сделал видео о первом Томми Дрюме. Что будет исправлено, сегодня я расскажу о книгах магии. Серия, которая вернулась к истокам. История Тимути Хантера началась вскоре после рождения песочного человека в 90-м году. Из-под пиранила Геймана вышла мини-серия книги магии, которую, к слову, можно купить на русском, если, конечно, найдете. Это бесподобно, само собой. Ибо Гейман, визуал, заставляет глаза обильно оргазмировать, требуя новую дозу. Абсолютно расслаблено, приветствую на канале, это Тим. Обмазывающийся нетленным шедевром, во всяком случае, я сильно на это надеюсь. В мини-серию четверка, условно составляющая группу Тренч Коуд Бригейд, которая не то чтобы группа, к слову, есть одноименная мини-серия, а обзор которой есть давно на канале, в рамках видео о спин-оффах Hellblazer. Кстати, там же два выпуска Hellblazer Books of Magic, так что тут это рассматривать не буду. Каждая из четверки, Джон Константин, Фэнтом Стрэнджер, Доктора Культа и Мистер Е, знакомят Тимоти Хантера, который в теории может стать сильнейшим из магов с волшебным миром, дабы он сделал выбор, вступить в него или жить как простой смертный. Довольно схематично, но показательно. Нас вместе с Тимом окунают в мистическую часть вселенной DC, которая ютится преимущественно в Вертиго. Все важные персонажи на месте есть Мерлин, Этриган в обоих своих воплощениях, Мадам Ксанаду, Затана, аж несколько версий Доктора Фэйта, Мертвец, погибший еще на тот момент в рамках большого ивента Саргон, кстати его гибель я упоминал в обзоре Болотной Твари, Тэфэ, увы уже взрослая, а значит из всратых сюжетов, Мир Фей и Вечная, куда ж без них, это гейм он все же. Тимоти проходит классический путь героя, видит рождение и смерть вселенной. Последний захлопнет дверь, само собой, няшка Сангхам. Сюжет бесподобен, визуал потрясающий, разнообразный, даже леттеринг на высоте. Единственное, что отвратно, прям ложка дегтя в бочке меда о перевод песни. Вернее, русская смещная локализация. Песенка про синий иней, которая является херовым пиратским кавером на One Way Ticket. Но, несмотря на это, если вам внезапно повезет где-то найти отечественное издание, берите, я вот упустил в свое время и теперь нигде не могу найти. Тим вроде как отказался от магии, пусть под конец завключил заднюю. К слову, это смысла не имело, ибо выбор был сделан в самом начале. Но дабы парень полностью стал магом и твердо решил идти по этому пути, создали мини-серию Мистер Е. Ужасно, верви глазно, что иронично, ибо отец Мистера Е выскреб ему глаза ложкой. Мужик малость свихнулся и решил уничтожать зло. А зло это все, что он таковым посчитает. И ковыряя с самого конца вселенной, Мистер Е сражается с частичками своей души, или около того. В конце решая таки не трогать Тима, тем самым избавляясь от тени своего отца, становясь малость адекватнее. Но это не особо важно. Об аннуал их и прочих мини-сериях под конец видео. Сейчас расскажу об Ангоинге. Он на 75 выпусков, ну довольно объемный. Автор Джон Риббер, первый художник Гэри Амара. Риббер после 50-го номера ушел, его место занял Питер Гросс, рисовавший большую часть комикса. Художник стал автором текста, но бывает. Глубко вздыхаю. Ибо это не гейм, они ожидают тонны бесконечного уныния. Первый выпуск, пусть и визуально не особо цепляет, завершается клиффхенгером. Некий обитатель мира Фейри. Сокольничий Темблин. Истинный отец Тима. Черт, надо было отдельное видео на эту тему сделать. Название капсом «Истинный отец Тима». Ну знаете, как истинная концовка. И вставляют видео с обычной, потому что другой-то и нет. ТОП-5 отцов Тимати Хантера. Еще и обязательно передачу с Малаховым замутить на эту тему или Соболевым. Одна херня. А мать, возможно, королева Титания. Но коль скоро речь зашла о Фейри, не ладно что-то в фейском королевстве. И прохудилась малость. Тим, осознав, что отец-то не тот, как последняя обиженка, убегает в поисках Темблина. Не беря во внимание такую банальность, что отец не тот, кто семье сцедил, а тот, кто воспитал. Хотя и не настоящего отца Тима, так себе воспитатель. Следующая арка важна. Ибо тут тот самый отец оказывается в больнице из-за мага, который хочет стать наставником главного героя. Несмотря на некоторые усилия по вырезанию нечистых на руку магов со стороны четверки в пальто, немало подобных осталось. Да ищу Тим из далекого-далекого будущего, 2012 года. Эх, интересно, как там люди живут? Будучи, типа, весьма неприятным, пытается контролировать свое прошлое. А его настоящее под некоторой угрозой. Тут же появляется важный для серии персонаж, милая соседская девочка Молли, подруга Тима. Восемь номеров, а все еще читабельно. А я удивлен. Ну а дальше несколько печально. Какой-то пацан из викторианской эпохи возненавидел Тима, потому что посчитал, что тот увел его девочку из времен заката царской России. Король-фея Аберон появляется, дабы его душу в легкую и очень тупо похитили. А Молли, подружка Тима, уже не девственница. Оу, 14-летняя девочка. Простите, маленькая женщина, эсна. Да, Тим, видимо, не первый ее парень. Он ведь и понятия не имеет. Аберон к удивлению не относится к герою негативно, хотя, казалось бы, сын любовника его жены. Отношения между ним и Титанией весьма занятные, оба без ума друг от друга, но понятия об этом не имеют. Пока суть до дела, становится ясно, что реальную опасность для Тимати представляет демон Барбатос, зависающий с версии Тима из будущего, якобы служащий ему, но на деле поработивший сильнейшего из магов. Схемы пронизывают пространство и время. Этот хитрец даже ангела-хранителя Тима заставил пасть. Использовав образ его дочки, отношения Мули и Тима развиваются. Правда, становится немного неловко, когда девушка узнает от Тима дракона из будущего, его историю. И все это странное и гадкое дерьмо, которое он делал, ностальгируя по ней. Зато девушка точно может быть уверена в чувствах своего избранника. Пусть довольно криповых, извращенных, в общем, во всех смыслах пугающих и напрягающих. Кстати, Тим котик, буквально. Стал к этому приколу ради и не смог обратиться обратно. Из ниоткуда появляется какая-то баба, которая тут же начинает жить с недоотцом Тима. Ее сын мерзкий, гадкий, тупой ублюдок. Ну то есть смотришь и думаешь, о, ясно, он будет мешать герою долгое время, помогать его врагам и в итоге стать какой-нибудь мерзкой тварью, да? Ну, плюс-минус так. Зачем делать сложного персонажа лучше тупой мудак, который не учится на своих ошибках? Тим шляется по миру, познавая себя вместе с Суккубкой, которая впоследствии принимает наследие умирающей русалки и к неудовольствию расстается с героем. Молли же забредает в мир фей и меняется, так же сильно расстраиваясь и вступая в конфликт с Титанией. Молли из милой умной девушки стала истеричкой. Из-за нее защитные чары с принца фей пали, он обратился из конской формы в гуманоидную, из-за чего на него внимание обратили и миссары Ада, сына Титании. Давно должны были забрать обитатели Гиены, но найти не могли. Вообще само королевство фей появилось не без помощи Люцифера, так что да, они вроде как обоснованы. Около адское царство Ферри погибает, дабы возродиться свободным от Гиены. Тим идет дальше. Молли, потерявшая человеческую суть, возвращается домой. Парочка в итоге расстается, потому что Тим дурак и ничего не понимает. Блин, лучше буду называть его Тимати, иначе чувствую себя странно. Хотя Тимати вызывает раздражение и крайне неприятные ассоциации. Поэтому все же лучше Тим. Парень становится мужчиной, и причем средних лет, судя по арту, весьма так себе. Молли радуется жизни с другим новым парнем, лжеотец ослаждается с новой семьей. Никто Тима не любит, и он устраивает резню в парке развлечений. Или вроде того. Но возлюбленная падшего ангела говорит ему, слышь, 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 хватит быть ноющей сучкой. И что у тебя за татуха на руке? А герой в ответ, ну, я будучи в теории самым могущественным магом в прошлом, настоящем и будущем, поверил словам какой-то странной бабы. Ой-ой, че некое противоречие? В чем была суть? Колдунья, крайне предубежденная сука, которая говорила, в каждом человеке живет гребанное животное, причиняющее вред другим. Тебе тоже, Тимати Хантер. Ты ж тупой спермобак, но нет. Тимати оказался самым человечным из всех людей. Овца испугалась того, что не вписывалась в рамки ее предубеждений, и наделила Тима животным, вернее бабочкой, которая отталкивает от героя всех и не позволяет ни с кем сблизиться. Вот же тваря. А Тиму сказала, мол, это не позволит причинить боль близким. Ну да, нет, близких, значит ты им не навредишь. Технически не соврала. Ангел, к слову, наслаждается жизнью семьей и отказывается помогать как Акаду, так и Раю. Но он помогает Тиму, из-за которого две партии сражаются насмерть, типа пацан имба. А вот пацан, ставший сводным братом героя, раздражающий мерзок. Мяам, мяам, смотри, еще один Тим, и у него ангел, я тоже хочу ангела, мяам. Да, это вылитый Картман, только еще тупее. Хотя, казалось бы. Демоны добираются до отца Тима, а ангелы до мерзкого пацана. Черт, он стал еще более отвратительным. И может превращать людей в шоколад? Ангел заставляет смертного творить зло. Занятно. Да, вертика небеса не менее лицемерный, чем ад. Ад даже честнее. Ты хотя бы знаешь, чего ожидать. Комикс-то неплохой, но блин, с этим гадким пацаном вы перегнули. Ну правда, он плоский до невозможности. Даже на свадьбе матери забрался под стол, чтобы как конченная свинья тайком есть мясо. В этом же смысла особого нет. А неважно. А папашка тоже ест мясо. Плод падших ангелов. Это не отсылка, он буквально ест плоть ангелов. То дело рук могущественной демоницы, которая хочет поработить Тима, и нет. Всему виной маленькая девочка, служительница хаоса. А сделала она это по приколу. Кстати, 51 выпуск уже и ангойник начал писать Питер Гросс. И старт неплох, но, увы, лишь на первый взгляд. Нас знакомят с другим Тимом. Мать которого жива, семья в целости и сохранности, но немного на него подзабила. Парниша вырос обозленный и начал убивать других Тимов, поглощая их миры. И желая найти настоящего Тима, единственного и неповторимого. Нашего. И занять его место. Злодей вышел на охоту, а батя герой говорит, слушай, иди-ка в частную школу. Твоя новая мать этого хочет, будешь учиться с этим тупым боровым братиком. Замечательная идея, правда? Ладно, не дуйся, на самом деле это моя идея, просто мы так отдалились. В школе над Тимом издеваются, а он ничего не делает в ответ, потому что... Мужик, который что-то знает о другом Тиме, становится учителем в классе Тима нашего. Где учится и мерзкий братец, который младше, но он вроде как умный, потому пропустил несколько классов, только мы ни разу проявления ума не видели. Лишь крайнюю степень тупостей. Окей, еще этот дебил что-то непотребное делает с трупом. Вся семья, ну как семья. Некакущая приемная мать, большую часть времени игнорищий неродной отец и мерзкий братец попадают в аварию. Новая мамка Тима погибает в ДТП, как и старая. Батя тоже вскоре умирает из-за нового друга Тима, который вроде как хочет помочь в своей странной манере. Для того же он высасывает силы из героя, делая его обычным человеком. Вроде как на время и воскрешает своего тупого гарри-поттеровского Тима, дабы пожертвовав им, обмануть другого. Единственный неповторимый реальный Тим за это время как-то повысит магические способности. Братец увязался за протагонистом, и он такой же бесячий. Мерзкий пытается доесть остатки бедняги-ангела и провозглашает себя братом Иисуса. Ну потому что не знал своего отца, а значит отца не было, следовательно непорочное зачатие. Ой, все. Этот персонаж, вот вообще он нахер нужен. Только бесит и все. Благо Тим от него отделался, стал девчонкой благодаря камню мертвой матери и путешествует с весьма странной компанией, где есть христианский монах, сваливший из ада. Ну да, все мы поняли, христианин в аду, как забавно. Да и поступает он довольно подло. Начинается странная арка с дикой охотой, которую все боятся. Простят злого Тима закрыть врата между различными королевствами, слэш пространствами, что открыты. Но тот шлет всех нах, пока наш Тим просто зависает в таверне между Мирья. Он снова появляется дебильный братец лишь для того, чтобы предать Тима Барбатосу. Он воскрешает свою мать, вернее делает из нее какой-то зомби. А Тим побеждает короля дикой охоты и становится новым. Как, спросите вы, он же потерял всю магию, выиграв викторини. Ах, это... это весьма плохо. Герой объявляет охоту на злую версию и не охотится. Что? Вместо этого атакует Барбатоса и таки заключает сделку с демоном, отдавая часть памяти. Продавая душу и становясь тем самым Тимом из будущего. Демон торжествует. Но Тим его наколол. Потому что душа героя захватила тело демона и некоторое время спустя Тим переродился в нем. А братец превращается в Тима и получает письмо из Хогвартса. Буквально из Хогвартса. Ахаха, как забавно. Теперь можно наделать кучу видео в стиле Гарри Поттер и Диси в одной вселенной. Волан-де-Морт против Супермена. Джон Константин и Гермиона против Сатаны. Того самого Сатаны из Дрэгонбол. Кроссовер тысячелетия. Ладно, на деле после выхода ГП кое-кто отметил, что это плагиат с книг магии. Гейман же парировал. Вы там что, ебанулись? Идея о мальчике магии без родителей не то чтобы лежит на поверхности, но не уникальна. После вышла еще одна статья с заголовком. Гейман сказал, что Роулинг ебанулась. Или около того. Автор в ответ. Вы там охренели чертовы жорношлюшки хайповые? Не все это крайне напоминает различные шокирующие видосики на ютубе. Слабенько как-то. Честно, в начале хорошо, прям здорово. Мир феи, обучение Тима, мрачное будущее. Но дальше как-то рвано, как-то странно. Этот бесячий бесполезный сериал. Сюжетные арки ведущие в никуда. И важно, что магии тут особо нет. Нам безумно редко показывают, как Тим колдует, а он вроде как величайший маг из всех. Герой просто машет руками, все окрашивается в синий цвет и вещи происходят. Он создает различных существ, которые делают все за него. Даже злой Тим занимается, по сути, тем же плюс поножовщиной. Это уныленько как-то. Гросс сделал серию лишь хуже. Books of Fairy. Три выпуска, в которых рассказывает история королевы Титании. То, что она на самом деле была смертной девочкой, которую похитила и приютила прошлая королева. Потом на похищенную запал старый король, превратив бывшую в бревно. Ног в дерево. После умер. А трон занял нынешний король Аберон. Титания встретила Темлина, забеременела от него и родила мальчика. Человеческого мальчика. Которого отослала прочь со служанкой. Ради его же блага. То есть да, Тим сын Титании. А его мать, как он считал, скорее всего та самая служанка. Которая пользовалась камнем, меняющим внешность. Три выпуска Books of Fairy. Моль истории. С вырвиглазным визуалом. Вроде как, планировалась большая серия, но не вышла. Молли должна была стать новой королевой феей, но комикс не особо зашел. Я едва успел дочитать, пока кровь застилала мне глаза. Там Барбатас еще мелькнул, но не важно. Имеются три выпуска про короля Аберона. И там он истинный правитель Фейри. Его дядя Узурпатор, который в отсутствие короля захватил трон. Names of Magic. Пять выпусков возвращают нас к... Ах. Ах. Да что, такой Джон Константин и вся пальто-бригада? Тут появляются злобные чуваки с огнестрелом, против которых магия почему-то не работает. Замешаны злые фейри. Четко проговаривается, что Тим сын Титании. А еще он Мерлин. Который каким-то образом, видимо, пропутешествовал назад во времени, во времена короля Артура. Ну, окей. Три аннуала с 97 по 99 год. Первый, просто миленькая история о женщине, которая запала на отца Тима, когда тот случайно пролетал мимо. Второе, ну а ламинота вред так себе, но сойдет. Третий заслуживает внимания. В нем рассказывают историю другого Тима, его преображения и падения. Забавно было взглянуть на Тимов из разных миров. Все, больше читать не могу. Должен быть предел средних и плохих комиксов, прочитанных за один заход. Продолжение Ханта, Age of Magic и Books of Magic Live During War Time я рассмотрю в следующем видео. Все же, еще на 25-15 выпусков комиксы. На этом, пожалуй, у меня все. Подписывайтесь на канал и патреон. Спасибо за внимание. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok